Где нашли самую глубоководную в мире рыбу? Что ждало исследователей под морским дном? Кому принадлежало загадочное золотое яйцо? И как огромная фигура оказалась под водой? Сейчас расскажу. В этом выпуске вы увидите находки на дне океана, которые поразили весь мир. Дева Мария Группа дайверов занималась погружением на территории Филиппин и совершенно случайно нашла под водой нечто удивительное. Это не было скоплением древних статуй или каким-то сооружением, относящимся к инопланетянам. Перед нами стояла самая настоящая статуя Девы Марии. Сказать, что все в тот момент были шокированы, это ничего не сказать. Во-первых, перед ними красовалась поистине необычная статуя. А во-вторых, на Филиппинах основная масса христиан является католиками. И для них Дева Мария имеет особое значение. Люди в сети долго не могли дать точного ответа, почему божество находится под водой и что все это значит. Но вопрос оставался открытым недолго. Совсем скоро на него дало ответ правительство. Они заявили, что лично установили под воду в океане эту статую во избежание использования динамита. Якобы местные рыбаки нередко балуются этим запрещенным средством для ловли рыб и сильно портят природу. А поскольку большинство людей верующие, подобная статуя может остановить их. Несмотря на то, что найти под водой статую божества очень необычно и интересно, это далеко не самое странное, что встречалось дайверам. К примеру, в 2023 году океанологи нашли на дне золотое яйцо. Таинственный блестящий шар, замеченный на дне океана у Аляски, сразу поставил исследователей в тупик, ведь прежде они ничего подобного не находили. Ученые не смогли понять происхождение объекта, но высказали предположение, что это может быть оболочка яйца или останки губки. Образец было решено забрать с собой на сушу для исследования, но вот как лучше это сделать, никто не знал. Люди боялись подходить к золотому яйцу, мало ли оно ядовитое или вовсе живое. Дайверы приняли решение использовать специального робота, выполняющего функцию пылесоса. Автоматическая рука исследовала находку и передала данные, что поверхность объекта нежная на ощупь, словно кожа. Затем содержимое этого яйца робот засосал в пробирку. Дальнейшие изучения решили продолжить в условиях лаборатории. К сожалению, пока это вся информация, которая имеется в открытом доступе. Но тем не менее, что о ней думаете вы? Чем может оказаться это странное золотое яйцо и может ли оно иметь отношение к инопланетной жизни? Напишите в комментариях. Желтый омар. Девушка по имени Марли Бэб занималась ловлей лобстеров и в один из дней не поверила своим глазам. Ей посчастливилось встретить рачка с желтым окрасом. Очевидно, что такой цвет у омара возник из-за генетической мутации, поэтому девушка не торопилась отправлять его в одно место к остальным существам. Вместо этого она, наоборот, предоставила ему отдельное место и дождалась прибытия специалистов. Девушке было невероятно интересно, что именно произошло с этим лобстером и почему он желтый. Кстати, пока Марли ждала людей, она успела дать омару имя – банан. По прибытии ученые почти сразу дали уверенный и четкий ответ. Все дело в лейкизме – мутации, которая вызывает частичную потерю пигментации наружного покрова у животных. Проявляется в белом, бледном или пятнистом окрасе, но, что любопытно, никогда не затрагивает глаза. Причиной, по которой у банана изменился внешний вид, посчитали изменение климата. Да и вообще, все в научном центре удивились, как создание вообще дожило до наших дней. Ведь из-за яркой расцветки его стало гораздо проще обнаружить в воде. Сотрудники центра говорят, что они заботятся о банане и не планируют возвращать его в дикую природу. Как вы думаете, это правильное решение? А вот за кого переживать явно не стоит, так это за нашего следующего гостя, которого нашли у берегов Японии. Вы только вдумайтесь, на глубине в более чем 8 тысяч метров. Говорят, что это самая глубоководная рыба, которую когда-либо удавалось заснять. Да и вообще, вряд ли этот рекорд кто-либо побьет. По предположению ученых, жить глубже для рыб уже не представляется возможным. Там слишком большое давление, справиться с которым не выйдет ни у кого. Рыба, которую вы наблюдаете, это морской слизень. Его видовую принадлежность установить не получилось, но, судя по размерам, это была еще молодая особь. Особого интереса для рыбаков создание не представляет, зато, как вы уже поняли, им вовсю интересуются ученые. Кстати, знаете, что объединяет вообще всех морских слизней? В первую очередь, это, конечно же, черты их строения. Все морские слизни в той или иной степени похожи на гигантских головастиков даже во взрослом возрасте. А во-вторых, они просто обожают есть все, что попадается на глаза. Этакие санитары океанов, основу рациона которых составляют недоеденные затонувшие тушки. В любом случае, чтобы они там не ели, им удается справляться с аномальными перепадами давления и температур. А это очень круто. Для последнего, к примеру, в их крови имеются особые белки с эффектом антифриза, препятствующие кристаллизации жидкости. А чтобы справиться с давлением, глубоководные обитатели взяли и создали такое же самое давление внутри себя. Вот только из-за этого их стало практически невозможно изучать, ведь стоит вытащить глубоководного слизня на воздух, как он тут же взорвется. Скрытый мир Да, если послушать про находки где-то на дне океанов, начинает казаться, что там, в воде, все совершенно иначе. Какой-то отдельный мир, о котором люди пока даже не догадываются. И нет, это не мое желание, чтобы все вокруг было по-другому. Это вывод, сделанный на фоне еще одного из открытий в Тихом океане. Во второй половине 2023 года была обнаружена ранее неизвестная экосистема, хотя предпосылки к ее открытию имелись еще давно. Так, в 1970-х исследователи нашли на дне океана гидротермальные жерла, извергающие горячие и богатые минералами жидкости. Но с тех пор никто не догадывался заглянуть под сами горячие источники. Лишь в 2023 году океанологам пришла такая мысль в голову – они собрали средства на ее реализацию и воплотили мечту в жизнь. Они буквально сняли оболочку с морского дна и нашли под ней красочную экосистему червей, улиток и разного рода бактерий, которые для получения энергии полагаются не на солнечный свет, а на минералы. Особый интерес у ученых вызвали глубоководные черви, которых никогда раньше не замечали. Знаете почему? Потому что они путешествуют под землей, а не над ней. Передвигаются прямо через вулканические жидкости. Да, звучит это многообещающе, но как людям удалось это выяснить? Хотел сказать, что очень даже просто, но нет. Ученые выяснили это довольно креативным способом. Для этого они выбрали на дне океана подходящую территорию, установили на нее сетчатую коробку и сделали так, чтобы в нее ничто и никто не могли попасть обычным образом. Существ, которые уже в ней находились, окрасили в красный цвет. Скажу сразу, эта краска совершенно безвредна для морских обитателей и сама слезет спустя некоторое время. Ну так вот, люди забрызгали все вокруг красным и оставили так на несколько дней. Потом, когда коробка была снята, в ней оказалось огромное количество новых созданий, которые, очевидно, попали сюда прямо из почвы. А это как раз и подтверждает теорию о неизвестной ранее экосистеме. Просто представьте, сколько всего неизвестного может прятаться в трещинах океанов. Акула-свинья А теперь я расскажу вам о странной акуле, вызывающей не меньшее удивление. Как вы уже поняли, ее зовут Акула-свинья. Поймали наше создание в Италии в 2021 году. И, не знаю, как у вас, но у меня при первом ее виде по всему телу побежали мурашки. Хотя, для всех тех, кто изучает животный мир, она не должна показаться слишком уж уникальной. Обыкновенная цитрина, она же акула-свинья, совсем не похожа на сухопутных хрюшек. Но и акулу в ней признать тяжело. Впервые вид описали еще в 1758 году, а максимальная зарегистрированная длина существа составила 150 сантиметров. Что же до ее жизни под водой, акула-свинья большую часть времени проводит в поисках еды. На ее губах находится множество чувствительных бугорков. Они регистрируют малейшие колебания воды и позволяют наводиться на цель, даже если та спряталась под слоем песка. А чтобы эти самые поиски были еще быстрее и точнее, мать природа передвинула ее рот чуточку ниже, отчего ее морда сморщилась и приняла немного непривычные нам с вами очертания. Зато для самой акулы все стало только лучше. Как я уже сказал, ей куда проще искать пропитание, а еще у нее увеличились в размерах глаза. Забавный факт. Со слов рыбаков, это создание любит похрюкивать. Причем делает оно это очень похоже на настоящих сухопутных свиней. Монстр глубин Как вы уже могли сегодня понять, в бескрайних глубинах мирового океана обитает очень много разной живности. И сейчас я хочу рассказать вам еще об одной. Ее относительно недавно обнаружили в Тихом океане на глубине в 2,2 километра. Существом, которого в шутку даже прозвали инопланетянином, стал неизвестной науке вид морского огурца. Морские огурцы – это очень древний класс иглокожих, который жил еще до появления человека, в то самое время, когда по земле бегали динозавры. Галатурии, так еще называют морские огурцы, могут быть от 3 сантиметров до 2 метров в длину. Такое разнообразие стало возможным из-за того, что видов этих самых монстров глубин более тысячи, причем я говорю лишь об известных науке. А еще, как вы уже заметили, встречаются и совершенно новые представители класса, про которых пока никто и ничего не знает. В большинстве случаев тело морского огурца имеет продолговатую форму, но этот вид, найденный в Тихом океане, сильно от них отличается. Кроме того, у него имеются светящиеся органы, которые заметны даже без какого-либо оборудования. Кстати, интересно было бы узнать, как в случае с этим морским огурцом происходит процесс избегания атаки хищника. Ведь обычно эти существа выбрасывают свои органы наружу через задний проход и таким образом отвлекают врага. Сами огурцы при этом не погибают, поскольку новые органы отрастают у них в ближайшее время. Что касается пропитания, его основу составляют планктон и органические остатки, которые монстр глубин извлекает прямо из донного песка. Морской огурец собирает песок при помощи липких щупалец и без разбора, что съедобно, а что нет, помещает все к себе в рот. Задача сортировки падает на внутренние органы. Гигантский пузырь Как вы думаете, что это такое? Вот-вот, ученые-аквалангисты, которые погрузились под воду у берегов Турции в 2015 году, тоже поначалу понятия не имели, с чем имеют дело. Полностью же раскрыть секрет этого гигантского пузыря удалось совсем недавно. Оказалось, это был мешок с яйцами океанических кальмаров. Такая встреча – большая редкость, ведь цикл яиц в пузыре составляет всего несколько дней, и находятся они обычно далеко в море на большой глубине. По этой причине репродуктивный цикл океанических кальмаров изучен очень слабо. Несмотря на это, ученым все-таки удалось установить, что в каждом подобном пузыре содержатся сотни тысяч яиц. Отложив их, самки выделяют слизь, формирующую пузырь для защиты от хищников и других агрессивных факторов по типу бактерий. Темная полоса, проходящая через сферу, по мнению исследователей, может быть следом чернил, выделявшихся при оплодотворении яиц. Также не исключено, что эта полоса является механизмом маскировки. С нею сфера напоминает крупную рыбу, и ее размеры могут отпугнуть потенциальных хищников. Великолепный пришелец Именно так переводится латинское название «новой стеклянной губки», о которой у нас сейчас пойдет речь. Обнаружили ее на дне Тихого океана в 2017 году. Глубоководный пейзаж, который предстал перед дайверами, поразил даже самых опытных специалистов. Но было в нем и кое-что такое, что, несмотря на все многообразие, выделялось на общем фоне. На тоненькой шее стебельке держалось тело с двумя огромными отверстиями, похожими на глаза пришельца из фильма Стивена Спилберга. Как только данные об исследовании попали в сеть, стало известно, что нечто подобное находили и другие ученые, на сей раз недалеко от Марианской впадины. Никаких точных данных об этом создании пока получить не удалось. Известно лишь, что оно обитает на глубине в две и более тысячи метров, а эти отверстия, скорее всего, необходимы для прокачивания воды, из которой губка собирает для себя еду. Но эта губка не единственное странное создание под водой, напоминающее нам растение. Вот, к примеру, удивительный одинокий цветок. Со слов ученых, его нашли на глубине примерно в три тысячи метров. При этом его стебель достигает в длину двух метров, а щупальца примерно сорок сантиметров. Судя по внушительным размерам, это создание довольно старое, но определить точный возраст дистанционно не получилось. А на этом все. Напишите в комментариях, какое существо удивило вас больше всего, а также ставьте лайк и подписывайтесь.